Сотрудничество на постсоветском пространстве и его развитие обсуждают сегодня в Сочи. Там сразу два саммита лидеров СНГ и заседание Высшего Евразийского экономического совета. В эти минуты идет как раз встреча в рамках Содружества независимых государств. Повестки сразу несколько важных тем, в том числе расширение взаимодействия в экономике, безопасности, военной сфере, а также культуре. По итогам планируется подписать почти два тук документов. Как отметил Владимир Путин, открывая заседание Совета глав страны СНГ, возможности для наращивания сотрудничества есть. Особое внимание традиционно уделим экономической тематике, обсудим шаги, направленные на углубление торговых и инвестиционных связей, а также на устранение существующих барьеров на пути движения товаров и услуг. У нас есть все возможности для запуска новых, крупных, взаимовыгодных деловых проектов. В ходе саммита предстоит утвердить ряд важных решений в гуманитарной области. Убеждены, их реализация будет способствовать упрощению добрососедских связей между нашими странами и народами. Будет содействовать расширению обменов в области культуры, образования, науки, туризма. А чуть ранее в Сочи состоялся ряд двусторонних встреч. Владимир Путин принял президента Узбекистана Шавката Мерзиёева. Российский лидер отметил рост товарооборота между странами на 20 с лишним процентов в этом году. Особо прибавило сельское хозяйство. Также состоялись переговоры с президентом Туркменистана. Владимир Путин и Гурбан Гулыберды Мухаммедов обсудили развитие отношений двух стран, в том числе в рамках Содружества независимых государств. Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали на саммит СНГ. Мы совсем недавно виделись в Туркменистане, описали важные фундаментальные документы, в том числе договор. Очень рассчитываю на то, что всё это будет выполняться. Мы вам благодарны за поддержку в развитии русского языка. Это важно для наших народов, которые долгое время, столетиями жили в рамках единого государства и сейчас продолжают люди поддерживать между собой прямые связи. Я хотел бы признаться за ваше приглашение. Данная международная организация имеет для нас очень большое значение. Недавно у вас был хороший день, День Ангела. Поэтому я вас от души поздравляю. И я сегодня привез с собой маленького Алабая. Я думаю, он вам понравится. Алабая – это североазиатская овчарка. Президент Туркменистана отметил, что её щенки вырастают большими, но главное – очень преданными. Этого, к слову, так и назвали верной.